Игромания дает Отвинта Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гамовер, это Бонус и в эфире программа Отвинта. Всю сегодняшнюю программу, за исключением собственных игр, мы решили посвятить скрытой рекламе. Дело в том, что за нее очень неплохо платят, и гораздо больше, чем за так называемую открытую рекламу. Главное, это как следует скрыть рекламу и не произносить названий никаких фирм. Итак, для начала мы прорекламируем вот это. Вот. Что-то внутри мы сказать не можем, но это очень, очень хорошая вещь. Покупайте обязательно, она вам очень пригодится. Покупатели, которые приобретут продукцию, которую мы скрытно рекламируем, получают большие скрытые скидки. Так что оставайтесь с нами в ближайшее время. Первая игра нашей сегодняшней программы является своеобразным продолжением первой игры другой нашей программы. По нашему мнению, это свидетельствует о преемственности и связи поколений. Эта игра называется «Сайберия-2». Примерно это переводится как «Вторая Сибирь». «Вторая Сибирь» мало чем отличается от «Сибири-1». Эйнджин игры не изменился. Как и раньше, говорить, ездить и бегать герой будет совершенно самостоятельно. Вам предстоит за героя только стрелять. Мы думаем, что в Сибири номер три и эта проблема будет решена. Стрелять герой будет тоже самостоятельно, а на вашу долю останется только включение и выключение компьютера. Итак, герой в игре остался тот же. Его зовут Зак. А если уж следовать правилам чтения по-английски, то Зэк. Этому имени вполне соответствует внешний вид повадки и образованность героя. А также его стремление разрешить любой конфликт с помощью пуляни во всех, кто находится рядом. К сожалению, нам достался русифицированный вариант этой игры. Наши эксперты предположили, что на русский язык игра переводилась за рубежом. Поэтому все персонажи говорят на неправильном русском языке с ощутимым акцентом. Как следует из русского перевода, Зак ведет себя агрессивно не только с возможным противником, но и даже с женщиной, которая спасла ему жизнь. Женщина отвечает ему тем же. В настоящее время наши эксперты составляют список перлов, которыми кишит русифицированная Сибирь. Этот список мы собираемся отослать в Министерство образования, чтобы создать на его основе учебное пособие «Как не надо переводить компьютерные игры». Так что лучше учите английский, господа. Мы продолжаем нашу программу, которая сегодня целиком посвящена скрытой рекламе. Пути рекламы неисповедимы. Существует множество способов прорекламировать тот или иной товар, не привлекая ничьего внимания. Сейчас мы воспользуемся одним из таких способов. Мы рекламируем произведенной фирмой. Это отличный сделает вашу. А если... То... Мы прерываем пока скрытой рекламы для того, чтобы познакомить вас с игрой «One Must Fall». Это переводится как... Да хватит уже. Это переводится как «Один должен упасть». Наступило будущее. Человечество значительно продвинулось вперед как в техническом, так и в духовном смысле. Конфликты как таковые не исчезли, но люди поняли, что драться самим глупо. Поэтому вместо себя они стали выставлять на поединок роботов. Проиграл робот – выставляешь нового. И так до тех пор, пока роботы не кончатся. Жаль, что люди не додумались до этого раньше. Представляете, как бы выглядел поединок Пушкина с Дантесом? Черная речка, утро. К месту поединка подъезжают кареты с секундантами. Появляются кареты с дуэлянтами. Из одной вылезает робот от Пушкина. Из другой робот от Дантеса. Они обмениваются факсами. Сударь, я готов принять ваши извинения. От сударя и слышу. Начинается дуэль. Мощным лучевым ударом в титановый живот один из роботов выведен из строя. Секунданты одевают резиновые перчатки и относят роботов в железный дел мастерскую. Все. Конфликт разрешен. И гениальный поэт, внеся роботов в список расходов, продолжает писать свои гениальные стихи. Или вот. Пятигорск. Утро. В двух соседних кузницах раздуваются мехи и раскоряется горнила. Кузнецы переговариваются. Шо, Макарыч, опять твой поручик боевого робота заказал? Да, не оймется ему все. Дальше штабс-капитана вызвал. А я вот штабс-капитан робота и делаю. Ну-ну. И что же. На следующий день проигравший робот падает в пропасть, а Лермонтов пишет гениальную оду на смерть робота. Последняя игра нашей сегодняшней программы относится к классу автосимуляторов и называется The Need for Speed. Примерно это переводится как «быстрая нужда». Но перед этим я хотел бы скрыто прорекламировать еще один замечательный товар. Вы, конечно, чувствуете, что это полезный и качественный предмет, произведенный знаменитой фирмой. Эх-хем. Итак, The Need for Speed. Этот симулятор автомобильных гонок по праву считается одним из сильнейших в своем классе. Во-первых, большое количество оцифрованного видеоматериала придает игре известную достоверность. А во-вторых, жесткая музыка, игру сопровождающая, сразу же настраивает игрока на победу в гонке. В-третьих, в отличие, скажем, от инди-кар, в эту игру можно выиграть, предварительно потренировавшись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Набор автомобилей стандартен. Lamborghini Diablo, Ferrari, Porsche, Mazda и так далее. Странно только одно. На сухой дороге автомобиль Lamborghini Diablo на шинах Michelin ведет себя точно так же, как и на мокрой дороге автомобиль Жигули на шинах Матадор. К счастью, это единственное, что объединяет Lamborghini и Жигули в игре Need for Speed. Вы можете также выбрать трассу по своему усмотрению. Ездить в городе, раздражая своей скоростью гаишников, на природе, возмущая птичек и редких животных, выходящих на дорогу и занесенных поэтому в Красную книгу, на пляже, распугивая загорающие парочки, и даже по военно-грузинской дороге, где никого вы своей ездой не удивите. Один из наших экспертов даже заключил, что на своем стареньком москвиче он управляется с военно-грузинской дорогой гораздо быстрее и сноровистее, чем это делают виртуальные гонщики. Так и вспоминается. На холмах Грузии печальной Я на педали нажимал Другую жизнь и берег дали Слетая в пропасть я видал Ну-ну, не все так трагично в игре. Разбиваете машину, выходите в основное меню, покупаете себе другую и можете вновь крутиться по серпантину. Да, крутиться по серпантину, оставляя позади недоуменных коллег по гонке и вытянутые лица милиционеров, которые так и застыли с измерителем скорости в руках в той позе, в которой их застал ветер и свист от пролетающего мимо Ламборгини Диабло. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Сообщаем вам, что наша программа закончена. Гейм, как говорится, оба. В смысле... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин